Машина вот в данном месте лежала. Я когда подошел, сначала крикнул, там никто не говорил. Ну как, не откликались. По-моему, уже откликнулись, слышу, что они пытаются выбить окна. Этот выходной Алексей Кудринский признается не забудет никогда. Молодой человек возвращался домой по Осановскому проезду, когда мимо него на огромной скорости пронеслась Chevrolet Lachete. Легковушка вылетела с проезжей части и перевернулась на крышу, угодив в реку Шограш. Салон авто постепенно начал заполняться водой. Старший сержант полиции, находясь с ней при исполнении, сразу же бросился на помощь пострадавшим. Надо помогать, ведь как не оставишь в беде. Тем более, если едут оттуда. Видно, что машина лежит, никто не остановился, ничего. Как время такое, тем более холодно в воде, замерзнут. Алексей вызвал спасателей, врачей, а также полицейских из группы задержания, которые находились неподалеку. Именно они пришли на помощь первыми. Стражи правопорядка смогли открыть задние двери легкового автомобиля и помогли выбраться двум мужчинам 23 и 30 лет. К тому моменту на место происшествия прибыла скорая помощь сотрудники МЧС и ГИБДД. От медицинской помощи участники ДТП отказались, а вот от вопросов представителей Дорожно-патрульной службы уйти не удалось. Как заявили представители ведомства, водитель Chevrolet был пьян. Двигался с стороны Конева, в сторону улицы Лавенецкого, и хотел показать другу, какой он опытный водитель, и на ручнике развернуться. В итоге на ручнике развернулся и перевернулся. Как пояснил мужчина полицейским, в этот день он отмечал свое 30-летие. Прямо во время застолья ему пришла в голову мысль похвастаться перед другом своими навыками вождения. За управление автомобилем в нетрезвом виде сотрудники ДПС привлекли водителя к административной ответственности. Что же касается Алексея Кудринского и его коллег, то руководство их поступок заметило и оценило. Представление уже написано, приказ подготавливаться будут поощрены денежные премии. Павел Громов, Игорь Трифонов, Новости Вологды. Павел Громов, Игорь Трифонов, Новости Вологды.